Пострадавших было так много, что помощь им оказывали прямо в коридорах больницы. Вместе с теми, кто получил травму на пожаре, сюда ехали и те, кто искал своих близких. После происшествия с ними связь оборвалась. А вы не можете мне еще куда обратиться? Только посвятить? Сюда отправили. Пока нет, сиди, пока с придурой. Состояние семерых пострадавших врачи оценили как тяжелое. Кроме ожогов, люди, на которых обрушилась крыша, получили переломы. Многих в больницу привезли уже в бессознательном состоянии. Там тяжелые сочетанные травмы. Мозговая травма, травма груди, живота, конечности. Все они, ряд из них уже находится на искусственной вентиляции легких. Некоторые перевязанных, операционных. На данный момент умерших нет, но крайне тяжелые есть. Мы работаем. Нет, там не все в порядке, он тяжелый. Все, все, все готово. Помощь понадобилась и родственникам пострадавших. С ними работали психологи. В ход пошли успокоительные. У предпринимателя и бата в пожаре пострадало двое братьев. И сейчас он узнал, что они в крайне тяжелом состоянии. Он целый час звонит, говорит, что почти не умирает. То есть я его двое не совершил. Среди тех, кто томился в ожидании, оказались и чудом спасенные. Этот молодой человек, который ищет своего друга, сам едва не погиб в пожаре. А ты с какого выхода тебя предыдущили? С 3-го года. С 4-й вход, мы тоже там. Главврач 12-й больницы лично осмотрел каждого, кто поступил с рынка «Адмирал». В Республиканском Минздраве не исключают, что некоторых пострадавших придется везти в Москву. Там готовы принять те, кто получил тяжелые ожоги и кому понадобится помощь в специализированных ожоговых центрах. Айгуль Низамуддина, Валсу Касимова, Юлия Шабанова и Дмитрий Рыженко. Эфир 24.